Ярмарка народных умельцев с сувенирами – обязательный объект для посещения гостей Кубани с собой забирают на память. Тарелочку с арбузным раем надписью. Арбузы! Все очень вкусно, все очень красиво, все организовано, очень интересно. Дегустация арбузов. И не только, это улица гостеприимства в пятого фестиваля «Арбузный рай народу», как на ярмарке и кого только нет. Кошки с маникюром, дети арбузы, в полосатом костюме дочка бахчевода Арина – продолжение славной династии. Лучше нету праздника у нас. Уместный? Конечно. Который раз вы здесь живете? А мы не здесь, мы сами бахчеводы, я сам выращиваю и участвую, даже в арбузном рае. Пятый год мы его проводим в фестивале. У вас какие арбузы? Самый мощный? Самый мощный? Ой, у нас все хорошие арбузы. Голландские сорта и хорошие. Все хорошие. У нас плохих нету арбузов. То, что кубанские арбузы – хороший факт. Проверенный и подтвержденный. Едят с аппетитом даже самые привередливые. Кому есть арбузы, по природе не свойственно. Качество арбузов отметили все гости фестиваля. Местные с гордостью, приезжие, завистью. Нигде в России таких арбузов больше нет. Очень много пробуем. Вкусно. Сорт такой? Да. Самое вкусное. Откуда приехали? С Анапы. С Анапы? Наши местные? К бабушке ездим. А так мы из Москвы все. Скажи мне, в Москве такие арбузы есть? Нравится. И дети очень ждут, когда мы сюда приедем. Именно в Анапы или прямо на арбузный рай? На арбузный рай. Мы уже третий год подряд приезжаем к вам. Поэтому нам здесь очень нравится. А извинения, есть какие-то лучше с чем сравнить? Вы знаете, ну в принципе мы когда три года назад приехали, вроде так же. Тогда было по-семейному проще. Да. А сейчас как-то по-другому. А тогда вроде мне так понравилось, потому что как большая семья собиралась. За общими столами. Для меня это необычно. Просто необычно. Да, я первый раз в таком мероприятии. Хлорид такой национальный. Вообще интересно, весело. Музыка такая хорошая. Арбуз вкусный. Вот привезла наших гостей сюда. Показать нашу Кубань. Наши традиции. Да. Потому что мы гордимся нашей Кубани. Хотелось бы, чтобы не только в нашем Краснодарском крае знали о таком празднике, но и за пределами его. Пока часть гостей ярмарки пробовала урожай этого года на вкус, другая часть насыщалась культурно-праздничная программа с конкурсами, народными песнями собрала пару сотен зрителей. Всенародно любимую Марусю подпевали всем миром. На художественный свист, не обратите внимание, невозможно свистеть Людмилу, научили братья. Два брата у меня было, на 9 и на 10 лет старше меня, а я с ними везде. Фото с арбузами на фестивале «Арбузный рай» – правила хорошего тона, поводов и фонов много, необычных арбузов еще больше. Квадратные, огромные на 64 килограмма, желтые и бессемечковые. Как можно арбуз кушать в июне месяце? Сегодня благодаря фестивале мы уже не сомневаемся, что наши бахщеводы своим умом, талантом сделали так, что сегодня россияне имеют возможность пробовать арбуз не только в августе, но уже в начале июня. И вы сегодня тому свидетелями. У нас есть бессемянный желтый, бессемянный красный, желтый с семечкой, красный с семечкой, квадратный, громадный, все это есть. В Темрюкском районе всегда выращивали бахчевые культуры. С 2006 года началась большая история арбузов. Сегодня в районе под Бахчой более 1300 гектаров земли, а урожай 2013 года в два раза больше прошлого года. Темрюкский район является лидером в Краснодарском крае по производству плодово-ягодных культур и, конечно, арбузов. В прошлом году произведено 121 тысяча тонн этой прекрасной продукции. На этот год поставлено бланков 135 тысяч тонн. Как правильно выбирать хороший спелый арбуз среди тысяч полосатых, рассказал фермер Алексей Винник. У него цвет яркий, насыщенный цвет арбуза должен быть. Ну и, соответственно, арбуз, его надо похлопать, он должен зветь, как барабан. Хлопаешь по нему, если спелый арбуз, он начинает внутри немножко вибрировать. Листочки, которые с усиками, которые от него отрастают. Если они подсохли, значит он уже спелый. Когда выходишь на поле, они видны. Когда арбуз зеленый, то ботва высокая. То есть листья арбуза высокие, и арбуз не видно. А когда он уже весь спелый, ботва опускается, и арбуз там видно, блестит, как грибочки. А еще, оказалось, арбузами можно играть в боулинг, в баскетбол и в прокат на скорость. Есть! Есть у нас! Молодость победила! Получаю слабкий приз! Угадайте с трех раз, что это будет! Наталья Пухальская, Артем Зиборов, Анапа. Регион. Субтитры создавал DimaTorzok